Встречайте нашу следующую участницу Корянова, Татьяна, город Днепр. Добрый вечерочек, добрый вечерочек. Здравствуйте. А вы у нас были, да? Нет. Не были никогда? Нет. И вы учитель китайского языка? Пытаюсь, да. Да, да. Пытаетесь как-то объяснить. Ну, вот пытаюсь заставить детей учить китайский. А вы знаете его? Да, я закончила китайскую филологию. Серьезно? Да, я даже... Круто. Значит, открою секрет, наверное. Успокойтесь, успокойтесь. Окей. Я писала научную работу про передачу вот эту вот только в Китае. Вы серьезно сейчас знаете? Да, да. Да, «Размеши комика» идет в Китае, я знаю. Вы можете не дрожать. Это вот не от меня зависит. Вы нервничаете. Да. Мы переживаем за вас. Ой, не стоит. Спасибо большое. Все нормально? Да, все хорошо. Я попытаюсь сейчас всех немножко рассмешить. Давайте. Спасибо. Танечка, правила вы наши знаете? Да. У вас есть одна минута, чтобы рассмешить комиков. Поехали. Мне 22 года, и вот с одной стороны сейчас на пике своей сексуальности, да, а с другой стороны продолжаю выглядеть так, как будто проспала свое половое созревание. И вот мой юношеский видок очень мешает мне в моей новой работе. Я уже полгода работаю школьной учительницей, и меня очень часто путают с моими учениками. Недавно к нам в класс зашла проверка, и вот они очень долго не могли понять, кто из нас кто. Ну, тут еще я молодец, да, я рассказала детям про секс, а потом рассмеялась, показывая им картинки, каково это. Да, я рассказывала детям про секс, хотя я преподаю английский. Но нет, нет, не стоит меня винить, там все в тему было, мы проходили по Симпл. На самом деле, я очень сомневаюсь, что у меня получится хорошо воспитать чужих детей, потому что саму меня воспитывал человек, который по своей воле снимался в передаче «Окна», и моя мама, да, мама отличный человек, но вот у нее есть доллар, который подписал Олег Винник, и она вот думает, что доллар растет из-за этого. Супер, тысяча гривен, Татьяна, вы ее заработали. Спасибо. Поздравляем. Идем дальше, да? Да, да. Вторая минута, пять тысяч гривен, удачи. Я росла не только в очень странной семье, но и очень креативной. Дело в том, что меня зовут Таня, мою маму зовут Аня, мою бабушку зовут Таня, мою прабабушку зовут Аня. Знаете, иногда возникает ощущение, что уже в 95-м новое женское имя стоило по курсу 26. Я искренне верю, что главное в человечке это душа, но вот не все со мной согласны, особенно мужчины, они думают, что главное в человеке это большая женщина, большая женская грудь, да? Но вот я не понимаю, с каких пор в моде большие железы. Вот у меня как бы щитовидная третьего размера, да? Каждый доктор так и говорит, любо-дорого посмотреть. Только никто не смотрит, да? Кино нас не приглашает, на такси не катает и коктейли не покупает. Сейчас я буду рассказывать про своих бывших парней, потому что не позволю им и загубить мою карьеру стендап-комика. Я встречалась с парнем, его звали Глеб. Знаете, такое чувство, что его родители услышали, как собака лакает воду. Ну вот это вот Глеб, Глеб, Глеб. Пять тысяч гривен. Татьяна, вы зарабатываете именем Глеб. Поздравляем. Идем дальше, но не так уж и... Молодец. Спасибо большое. Ну хорошо, хорошо. Да. Мама сказала уходить с тысячей, но если проиграю десять, то она меня домой пустит, поэтому давайте попытаемся еще. Я, наверное, все-таки расскажу шутку, которую хотела про... Не зря же я писала научную работу, я еще и шутки писала. Подожди, сейчас ничего не говори. Эту шутку сейчас давай... Я просто, ну, попытаюсь. Нет, так нет. Нет, так нет. Нормально. Я готова. Готова. Итак, третья минута десять тысяч гривен. Удачи, Танечка. Спасибо. Я дипломированный филолог-китаист, поэтому писала большую работу про китайскую версию «Расмеши комика», и я узнала, что китайцы специально побрили человека для того, чтобы он был похож на Евгения Кашевого. Мне кажется, этот парень смотрит нашу передачу и такой, господи, слава богу, у него не милирование, да? Ну, просто у нас один и три миллиарда, а я бы один был как лох. Вот. На самом деле, я не боюсь проиграть, потому что не помню, чтобы у Данте был специальный круг ада для людей, которые проиграли в ток-шоу. Да, и несмотря на то, что участники шоу «Битвы экстрасенсов» делают все, чтобы этот круг появился, да, мы все еще успеваем победить безнаказанно. Шутки. А, кстати, да, спасибо всем. Все как по сценарию. Я тоже без смеха репетировала вы. Отличная публика. Танечка, вот когда вы включили саму себя, все пошло как по маслу, видите? Спасибо, спасибо огромное. Десять тысяч гривен ваши, мы вас поздравляем. Да, я соберу и пойду. Собирай. Спасибо, спасибо большое. Забирай. Расмеши свечного. Спасибо, спасибо большое. Расмеши свечного. И под столом валяться. Расмеши свечного. Пусть намочат колботки. Расмеши свечного. Но только не использующие кодки. Очень классно, я как обычно переживала, но это от меня не зависит. Но офигительный зал, жюри, они так близко и они такие добрые. И я очень рада, что меня поддержали все. Это было очень приятно. Спасибо большое. Спасибо большое.